Профессия спасателя многогранна. Сегодня свой праздник отмечают пожарные, медики, водолазы, альпинисты, пиротехники и это не полный список. Благодаря им многие люди празднуют свой день рождения дважды. Олег выезжает на ДТП, когда приходится разрезать автомобили, чтобы достать из них пострадавших. В этой профессии мужчина уже 22 года. За время службы спас много людей. Сколько даже не считает. Я считаю это ни к чему, зачем. Если я помог человеку, я не считаю. Это профессия. Надо учитывать, хвастаться этим. В своей работе Олег чаще всего использует вот такие резаки. На кнопочку нажимаешь, раздвигаешь, зажимаешь и перерезаешь стойку, металлические конструкции. Когда жизнь людей под угрозой, на подмогу спешит этот человек. В чрезвычайных ситуациях он оказывает первую доврачебную помощь. Человека укладывают специальным образом, чтобы голова была запрокинута. Далее прямые руки, пальцы вот здесь, где солнечное сплетение. И легкими нажатиями прямыми руками проводится 30 нажатий, далее 2 вдоха. 30 нажатий, далее 2 вдоха. Тех людей, которых спасает Константин, он не знает в лицо. Но когда выходит в поля, мужчина сохраняет десятки жизней за раз. Он пиротехник. С 2014 года в нашем регионе для него работы прибавилось. Сейчас мы работаем с современными боеприпасами. Раньше это была больше Другая света война, а сейчас уже все подряд. С Другой света очень много выбухонебезопасных предметов и на сегодняшний день находится. Так, например, у нас сейчас проводятся работы по очищению территории біля селища Ольгинка, это Волновайский район. Там очень большая количество, уже вылучили больше 3000 одиниц выбухонебезопасных предметов. Пиротехники работают в таких костюмах. Спецодежда сделана из кевлара, а рядом предметы, которые спасатели в этих костюмах обезвреживают. Гранаты, артиллерийские снаряды, малого калибра 30 мм, кассетные боевые элементы от РСЗО «Ураган» и «Смерч», кассетные боевые элементы от «Точки У», мины противотанковые, противопехотные, артиллерийские снаряды и противотанковые управляемые ракеты. Мирного неба над головой пожелал своим сотрудникам начальник Мариупольского управления ГСЧС Андрей Павленко. Чтобы больше было каких-то тактических учений, не ж выездов на пожары, чрезвычайные ситуации, те моменты, которые мы уже наблюдаем на протяжении пятого года войны. Работы больше и работы добавляется и саперам. Сегодня мариупольские спасатели несут службу не только в Мариуполе, но и на КПВ «Пищевик». И наше отделение дежурит в Чермалаке, поэтому и там обеспечиваем пожарную безопасность. Команда ТВ-7 поздравляет спасателей с праздником и желает успехов в их нелёгкой работе. Виктория Гребенюк, Илья Муравский. Информационная программа «Семь дней ТВ-7». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова